Как известно, выборы президента Российской Федерации проходят не только в стране, но и за рубежом. В этот раз было беспрецедентно большое количество избирательных участков за рубежом. Мы сейчас онлайн видим отдельные сообщения о успехах кандидатов на зарубежных участках. Как правило, рассказывают о победах Михаила Прохорова в Лондоне, Токио или Вашингтоне. Что в общем предсказуемо с учетом позиции этого кандидата, его программы, его принадлежности к определенному спектру политических сил здесь в России. Его личного опыта в том, что касается действий в дальнем зарубежье. Но есть и такое в нашей политике понятие, как страны ближнего или нового для России зарубежья, бывшие союзные республики, зона конфликтов на территории бывшего Советского Союза. И здесь тоже активно проходило голосование. Ну вот, хочу заметить, я успел перед выборами побывать на Украине, успел еще кое-где побывать. Могу сказать, что, конечно, выборы в России воспринимаются в ближнем зарубежье не как что-то совершенно постороннее, особенно русскоязычной частью населения, как вещь чрезвычайно важная и важная для выстраивания в дальнейшем отношений страны проживания с Российской Федерацией, важная для судьбы не только граждан Российской Федерации, которые живут, допустим, на Украине в неком количестве, но и для судьбы российско-украинских отношений, шире говоря, судьбы русской общины, русскоязычной Украины. Тоже можно сказать в еще большей степени о зонах конфликтов, о непризнанных государствах. В данном случае речь идет главным образом о Приднестровье, ибо два других непризнанных государства стали признанными, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию, по крайней мере, со стороны России. И вот очень характерно для информирования, заинтересованных, людей, активной части населения, которые смотрят эти ток-шоу, подбор участников. У нас в студии в Киеве в передаче участвовали Борис Березовский, Илья Яшин, Ксения Собчак, и по телемосту, как и Березовский, Максим Шевченко, ну и я. Хороший состав. Вот состав был неплохой, и, конечно, в таком составе, да еще при учете того обстоятельства, от которого Евгений Киселев, конечно, не может избавиться от того факта, что он потерял эфир в России и обрел его на Украине, и у него есть как бы свои претензии к действующей власти, конечно, подается определенная картина происходящего. Ну, я не буду долго характеризовать эту дискуссию, все, кто заинтересован, могут с ней познакомиться, она выложена в интернете. Ну, конечно, точка зрения, скажем, Ли Яшина, исключенного из «Яблока» в 2008 году, который рассказывал украинским избирателям, что Путин забился в норку, и там в этой норке трясется и ждет суда народа, конечно, такая точка зрения далека от действительности, как от китайской Пасхи. И если вот на основании вот такого рода информации создаются мнения в ближнем зарубежье, это очень плохо. По счастью, у нас не только такие возможности есть. Многие смотрят российское телевидение, многие так или иначе бывают в России, работают в России, имеют родственников в России. И поэтому совершенно не случайно итоги голосования в ближнем зарубежье, ну, те, которые уже известны, совершенно иные, чем те, которые, скажем, в дальнем зарубежье. В ближнем зарубежье Прохоров не является фаворитом. В ближнем зарубежье фаворитом является Путин, который, надо отметить, в каких-то регионах, в каких-то странах спорит по популярности с представителем коммунистов. Ибо, конечно, среди электората наших граждан за рубежом есть и вот эта часть населения, которая по-прежнему верит в коммунистические идеалы и грезит о прежней общей бывшей стране. Я думаю, что ситуация, реакция, вернее, зарубежных СМИ и представителей политических сил зарубежных, она достаточно ожидаемая. Я не думаю, что мы получили какую-то реакцию, которую мы не предполагали получить. При том, что, я уверен в этом, долгого обсуждения нарушений на выборах или того, что эти выборы были каким-то образом сфальсифицированы, я не думаю, что в западных СМИ это будет. Потому что действительно беспрецедентное количество наблюдателей, причем наблюдателей из зарубежных стран, наблюдателей от оппозиции, наблюдателей от различных гражданских организаций. Поэтому мне представляется, что, в принципе, зарубежье и дальнее, и ближнее, новое, было готово к тому, что победа Путина в известном смысле безусловна. И я думаю, что уже к последнюю неделю мало кто сомневался, что она произойдет в первом туре, а не будет растянуто там на два тура голосования. Естественно, что примириться с этим просто со всем журналистам, которые работают в западных странах, довольно сложно. Есть заказ общественных западных обществ, есть заказ, к которому все привыкли к такому общественному мнению. Но мне думается, что очевидна победа. И в этом смысле вопрос в другом сейчас, который волнует всех. Насколько будет продолжаться внешняя политика, насколько уже сейчас начались еще не было выборов, а уже шла дискуссия о том, насколько будут меняться приоритеты во внешней политике и так далее. Но если обратить внимание, скажем, проанализировать то, что происходило в последние недели и в последние месяцы, то очевидно, что, и об этом говорил здесь Федор Лукьянов, что позиция России по ряду вопросов, она достаточно была внятной, жесткой, принципиальной, и заставила говорить, по-прежнему заставляла говорить о России как о важном игроке на пространстве такой глобальной политической жизни. Если же говорить о том, что мы ожидаем, скажем, в сфере гуманитарного сотрудничества, то очевидно, что преемственность будет безусловной. То, что мы будем, естественно, развивать наши отношения на постсоветском пространстве, развивая такую интеграцию не только таможенную, интегрируясь в зоны свободной торговли, но и Евразийский союз, который сложился за последнее время, это тоже очевидно. И, конечно же, в высшей степени важно, что, с моей точки зрения, что, несмотря на различия в голосованиях, ясно совершенно, и это, мне кажется, тоже показательным, что старые игроки политические, они уступают место новым силам политическим, и это тоже в высшей степени важно. Тут ведь дело не только в том, что, мне, в общем, честно говоря, там понятно, что это интересно, как голосуют в Вашингтоне и в Лондоне, мне интереснее, как голосуют в Москве и в Петербурге. И в этом смысле это тоже нужно учитывать, и, безусловно, надо сказать, что Путин, как политик, очень чуткий и чувствительный к изменению общественных ситуаций, он и в своих статьях, кстати сказать, многие вещи, которые оппозиция выдвигала, он их сумел в эти статьи интегрировать. Поэтому я думаю, что нас ждет, с одной стороны, в значительной степени предсказуемая политика, но, с другой стороны, ясно, что эта политика будет проводиться в изменившейся общественной ситуации, а значит, она будет корректироваться. По поводу активности национальных диаспор. Это совершенно естественно в условиях, когда национальный вопрос сегодня вышел на первый план в России. И в ходе этой избирательной кампании кандидату в президенты Владимиру Путину пришлось посвятить отдельную публикацию, отдельную статью в рамках своих программных выступлений, как раз национальному вопросу. Я в газете «Известия» как-то анализировал это выступление Владимира Путина. В самом деле, большинство кандидатов как-то старались избегать этой темы, но коммунисты по традиции, им ничего другого не остается, ссылаются на ленинский принцип решения национального вопроса, который многие считают поводом и причиной многих сегодняшних проблем. которые существуют у нас в национальном вопросе, в том числе в национально-государственном строительстве. Поэтому в этих условиях, когда вы знаете, что и в рядах оппозиции активизировались националисты, естественно, национальные диаспоры, которые очень чутко, можно сказать, кожей чувствуют напряженность, они активизировались в поддержку стабильности. Хочу заметить, что ровно так всегда вели себя национальные диаспоры, не только в нынешней Российской Федерации или, скажем, в Советском Союзе, где была другая система, но и в Российской империи. Скажем, всегда армянская община, я вот могу сказать о ней, на Кавказе, где она представлена, на чисто российских, внутренних российских территориях, выступала, скажем, в ходе гражданской войны в значительной степени на стороне Белой армии, потому что она связывала с империей гарантию своего существования на этих территориях. Это в ходе гражданской войны проявилось. Это вот как пример в данном случае.